В общем, и записать формулы, и понять, что же такое, что же такое у нас умножение матриц, и почему же вот это вот волшебное правило, строка на столбец, действительно всегда работает. Здесь чуть-чуть придется посмотреть на всякие разные ужасные суммы. Соответственно, я потом, буквально, напишу в общем виде. А сначала я возьму конкретный пример. Пример не такой. Берем двумерное пространство, отображаем в трехнерное. А в трехнерное опять отображаем в нервное. Давайте вот это отображение, это вот плюда F, вот это плюда G. И я сейчас должен вам объяснить, как выписываются формулы линейное отображение F, и что значит взять их в композицию. Поехали. Двумерное. Это очень просто. Это значит, как будет графа, для того, чтобы потом переходить к общему случаю, давайте я буду не писать X и Y, а я буду нумеровать координаты 1, 2, 3 и так далее. Чтобы было понятно, что если их будет, не знаю, тысяча штук, то не надо будет алфавик увеличивать до тысячи часов, а просто пишем с первой, второй, тогда есть тысяча. Ну вот, есть у нас какой-то век в пространстве. Как из него сделать три числа? Ну, вообще не понятно. Нам нужна матрица, в которой три строки и два станция. Пишем A1, 1, A... Слушайте, знаете, не A, а F. Потому что у меня же отображение F, и должно быть видно, что оттуда приходит. Это будет F. 1, 1, F1, 2. Прекрасно. Здесь будет F2, 1, F2, 2. Здесь будет F1, F1, 2. Чудесно. Так вот, что их такое? Это столбец F1, 1, X1, плюс F1, 2 и F2, F2, 1, F2, 1, F2, 1, F2, 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 F1, F2, F2, F2. Чудесно. Я объяснил, что такое из двумерного пространства линейно отбросили за два трех метров. Попрос. Как выводится выражение G? Здесь у нас есть какие-то координаты. Y1, Y2 и Y3. Как получить из столбца из трех часов? Для этого нужно матрица, в которой две строки и три столбца. G1, 1, G1, 2, G1, 3, G2, 1, G2, 2, G2, 3. И так выслушайте, пока у нас все эти форумы написаны. А давайте я напишу. В общем, пусть у меня есть скольки-то там мерное, скажем, крайне мерное пространство. И отображение G. Здесь пусть будет эмномерное пространство. Здесь будет выражение G. И здесь будет эмномерное пространство. Давайте поймем, как вот это записать не для случая 2 и 3. А в общем виде, понятно, как столбец из 1 и так далее и из хата отражается столбец вот из таких чисел. Смотрите, что здесь написано на самом деле. Здесь написано сумма F, у которого на верхнем месте написано 1. После этого какое-то там любое суммирование G. И так далее и так далее и так далее и так далее. вот получается эмномерное пространство этих чисел. И так далее и так далее. Продолжаем описать частный случай. Сейчас мы все чуть-чуть расстроим. Что надо сделать, чтобы сделать, если два трепоксоваемого подряда? Вот взяли какой-то столбец, отобразили его сюда, а потом отобразили сюда. Надо подставить. Абсолютно правильно. Надо вместо вот этих вот Y написать такие выражения. Даже, если честно, немножко ли не дадите. Я переделюсь к следующему рису. Я буду сюда вот эту строчку написать вместо Y. Вот это надо написать вот сюда. И вот это надо написать сюда. Ну и, разумеется, сюда нет то же самое. И вот то, что получится, это будет ответ. Так, я повторяю, мне очень-очень-очень лень это делать полностью. Поэтому давайте я сделаю так. Я выпишу вот одну строчку, ладно? Т.е. вторую я буду выписывать. А одну строчку я выпишу. Это будет так. G1,1. Дальше вот это в столбках. F1,1,1,X1. F1,2,2. Хорошо. Потом пошло G1,2. Потом вот то вот это вышло. F2,1. Так, F2,1,X1. К сожалению, на начальном этапе изучения линейного алкоголя надо один раз в жизни внимательно посмотреть и понять, и встретить крископку. Здесь ничего сложного абсолютно нет, просто одна штука подставилась другую. И все, да? Надо прочувствовать, что потом никогда не получится. Вот теперь это простые скобки. И получится какой-то коэффициент перед X1. И получится какой-то коэффициент перед X2. Вот это и будет. Вот уж пробуем искать. Какой коэффициент будет перед X1? G1,1,F1,1. Плюс G1,2,F2,1. Плюс G1,3,F3,1. Вот, господа, если вы аккуратно не пишите. Вот эту матрицу. И вот эту матрицу. Давайте, кстати, это я, пожалуйста, делаю. Это я, пожалуйста, делаю. И вот умножить на эту матрицу. То вы обнаживаете, что когда эту строчку умножаешь на этот столбец, то как раз получается G1,1,F1,1. Вот произведение этих. Плюс G1,2,F2,1. И плюс G1,3,F3,1. Проверьте. Коэффициент при X2 тоже будет, какой надо. Коэффициент при X2 тоже будет. Потому что G1,1,F1,2. И еще какие-то. G1,1,F1,2. Должна получиться матрица размера 2 на 2. Так. Должна получиться матрица размером 2 на 2. Которая после умножения X1 и X2 дает нам, ну, собственно говоря, ответ. И поэтому коэффициент при X2 это на самом деле вот в этом месте. И та строчка, к которой мы работаем, на самом деле, это первая строка нашей матрицы 2 на 2. Будет. Но только что мы отреки его в это место. Так. Сейчас мы пытаемся понять это место. Для этого нужно строчку умножить столбец. G1,1,F1,2. Еще раз. G1,1,F1,2. Дальше. G1,2,F2,2. 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 Дальше. Последнее. G1,3,F3,2. G1,3,F2. 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 Запал. Запал. Я не могу объяснить это понятие. Я не могу объяснить. Потому что, если вы сами это выписали на бумажку, посмотреть. Можно полностью выписать. Можно какие-нибудь другие размеры. Все, что я сейчас буду делать, это, в общем, выписать. То есть, я уже на самом деле это начну. Вот смотрите, какая форма. Если у нас этот столбец обозначен как Y1, Y2 и Хемберта, то у нас есть такая форма, что Y, ну, скопил это там номер, альфа, это и сумма, видите, да, Y первый был вот здесь, Y второй здесь, сумма F альфа, альфа пробегает все значения от единицы до A, ну, а, естественно, альфа пробегает все значения от единицы до A, то есть нужна такая форма Z для Y1, для X2, это понятная идея, в общем виде, так записывается от выражения F, как записывается аналогичным образом отображение G, ну, я думаю, что надо просто переписать вот такую форму, то есть представьте себе, что отображение G, отображение G, значит, у нас переехать Y1, когда Y1, вот как видите там Z1 и так далее, Z1, да, вот давайте по этому образцу напишем, что написать, ну, во-первых, надо написать, что Z с каким-то там номером, ну, здесь был альфа, пусть здесь был Z, пожалуйста, это есть сумма, так, индекс суммирования какой-нибудь, по тем, что это был не G, у меня уже буквы уже не закачиваются, но, с другой стороны, много их в алфавите, поэтому он кликает сумму, например, по I, вот единицы, здесь было до K, это была размеренность вот этого пространства, здесь было F, а с тем, что B, хорошо, G, с таким номером, с номером βI, хорошо, Y и D, И вот сейчас надо сделать подстановку, то есть вместо Y надо взять Y и сделать форму. Как делается такая подстановка? А, давайте я ее торжественно напишу, потому что у меня это совсем просто, и в другой стороне, другу будет взять точную форму. Становка делается очень-очень-очень-очень просто. Я должен сейчас вместо Y и крика написать вот эту цифру. Единственная проблема, здесь была α, а здесь нет. Значит, я должен сейчас вот написать эту формулу, только вместо буквы α написать буквы U. Но β здесь как-то так осталось. Пожалуйста. Итак, Z с изюмом β, это есть сумма от единицы до m, вот здесь написано. G, β и D, G, β и D, Y и D. Y и D мы берем вот сюда. Значит, берем вот здесь, Y и D. То есть сумма F и D, X и D, G пробегает значение от единицы до k. Вот так записывается Z и D. Ну а что нас интересует? Нас интересует, как Z1 и так далее, Zn выражаются через X1 и так далее и X4. Поэтому вот эту сумму надо, разумеется, заперстать чуть-чуть в другую сторону. Y нельзя отсюда. Поэтому Y вот такая вот сумма. Ну они независимо бегают от единицы до m и от единицы до k. Поэтому можно переставить слагаемые. Если переставить, то представьте, что у нас много-много таких слагаемых. И дальше мы группировали. Отдельно по X1, X2 и так далее и X2. И коэффициент оказался вот таким. Обратите, пожалуйста, внимание, какие значения может принимать β. На самом деле это понятно. β – это любое число единицы до m. Вот у нас так. И вот такой коэффициент. Теперь вопрос. Есть ли какие-то, так сказать, привычные для всех обозначения, для того чтобы не путаться с этими α, i, j и так далее? Можно ли было это все рассказать посимпатичнее или нет в этом смысле попроще? Ответ – да, конечно. А если у нас есть вот это уже любой день, и вы найдете вот не два-три, два, да? А если у вас есть любая матрица с элементами А и Ж и и любая матрица В, в связи с элементами В, Ж и К, то произведение этих матриц состоит из элементов С и К, где С и К, то есть сумма А и Ж и Д умножить на В, Ж и К. При этом, разумеется, здесь вот пробегает от единицы до m. Значит, когда у пробегает у нас здесь от единицы до n, здесь вот у нас Ж и от единицы до m, и К пробегает от значения от единицы до какого-нибудь там l. и отображения устроены следующим образом. Так, давайте теперь опираться. Какие размеры у нас здесь? Вот матрица В, какая у нее длина строки? Эмма. Ну, и, наконец, какой получает результат? Результат получает от единицы до m. Вот там пишется композиция преобразования. Значит, есть одно линейное отображение, отображение А, другое отображение В, и мы смотрим, что бывает, если сделать подмет. Вот такая формула. Значит, запомнить нам только одно. Суммирование по интексу, да? Вот А с каким-то номером, В с тем же самым номером, и вот суммирование по этим самым номерам. Хорошо. Это мы будем через умножать матрицы. Теперь давайте докажем, что умножение матрицы обладает свойством ассоциативности. То есть, если у вас есть матрица А, матрица В и матрица С, и вы их делаете так, умножаясь А и В на С, то оказывается, это будет то же самое, что умножить на С, и потом где-то умножить на А. Кстати, с размерами, да, все-таки, если в одной части размеры подогнаны, то и в другой части тоже размеры подогнаны, и все будет замечательно. Давайте, ну, во-первых, поймем, почему с размерами все хорошо. Потому что, смотрите, если А это какая-то матрица, то В должна обладать тем свойством, что вот эта строчка такой же длины, как высота этого столбца, да? Вот, а чтобы мы могли, можно было вот это умножать на С, у вас вот эта должна быть такая же, как здесь столбца. Ну вот что-нибудь такое. Вот если это равно этому, а это равно этому, то умножать можно. То есть вы подумаете, что можно было здесь умножить, то же самое должно быть. Ну и после этого надо. То есть с размерами вообще все замечательно. Теперь вопрос. А почему с формулой будет все хорошо? Почему он, когда мы проведем вычисления, получит одинаковый ответ? Ну, здесь есть два ответа. Один, второе число правительства. Он состоит в том, что вообще-то композиция отображений всегда ассоциативна. То есть, вот смотрите, что такое АВ на С. Это значит, есть вот это отображение С. После этого есть В, после этого есть А. И нас интересует, вот если бы вы взяли какой-то вектор, да? Прошли отображение С, потом прошли отображение В. А потом прошли отображение А. Будет ли это то же самое, что мы прошли сначала, значит, отображение ВС, а потом А. Все господа, если вы смотрите на эту картинку, то становится абсолютно понятно, что вот, ну да, вот так идти. Это просто общий факт для отображения для любых. И никакие формулы с этим сказать не надо. Умножение отображений всегда ассоциативно. Но, если бы упражняться с субъемерными. Давайте упражняться с субъемерными. Посмотрим это способное обвинение. То есть, для этого мы уже доказали. А вот теперь хочется показать, какие мы умные. Ну давайте смотрим. Пусть здесь будет матрица с какими-то элементами А и Ж. А здесь матрица с какими-то элементами А, а здесь матрица с какими-то элементами С, К, М. Давайте поймем, что нужно для того, чтобы вычислить элемент на икатом месте в произведении. Значит, А, Б на икатом месте. Это есть сумма А и Ж, Д, Б, Ж и К, М. Ну, где Ж, Д, это положено по той стороне изменится. Где, допустим, сумма вашей. Мы не думали, как ее обозначить, неважно. Теперь, что значит умножить на С? Получится какой-то элемент. А, Б, значит, С. Который расположен на месте И, М. То есть в этой строке, который начинал С. Это вот так получается. Нужно взять это. Сумма, не забыть. Нужно взять вот этот вот элемент. А, И, Ж, Д, Б, Ж и К. Умножить эту сумму на С, К, М. И просуммировать это по К. Слушайте, если приглядеться, то это тоже самое, что сумма, взятая по К, Ж. То есть каждый из них в своем диапазоне. Такие штучки. А, Ж, Б, Ж, К, Ц, К, М. Причем, это уже число. Ну, а значит, вы все знаете. Значит, если вы пойдете отсюда, то ровно так же вы получите. Такое же выражение. И все будет хорошо. Ура! Значит, мы научились умножать матрицы. Доказали, что их умножение является ассоциативным. Теперь надо научиться складывать матрицы. Складывать можно только матрицы одного и тому же размера. То есть, когда мы умножали матрицы, то, я повторяю, нужно было, чтобы вот такую заготовку у нас сюда, чтобы длина снатии равнялась другой матрицы, то есть в высоте столца. А складывать можно только в случае, если размеры столько совпадают. То есть, у нас есть одна матрица, другая такого же размера, и в данный момент положить одно другое, и в каждой детстве сложить. Умножать матрицы, то число, то уже одно удовольствие. Берете все числа матрицы умножать матрицы. Замечательно. На этом научились.